К счастью, беженцы, которые располагаются в логистическом центре Беларуси, в полной безопасности. Сегодня ровно три недели, как они находятся на белорусско-польской границе. Три недели борьбы за право жить мирной и спокойной жизнью. Эти люди все еще верят, что их услышат по ту сторону границы. Ведь им обещали счастливое будущее, те, кто и разрушил их страны и дома. И что бы было с ними, с женщинами и детьми, которые буквально остались брошенными на произвол судьбы, если бы не доброе сердце белорусов, даже сложно представить. Наша страна продолжает оказывать всю необходимую помощь и поддержку людям, которые застряли на границе. А вот хватит ли смелости решить эту проблему у тех, кто ее и создал? Пока открытый вопрос. С границы наш следующий репортаж. В 2014 году, когда на нас напали игиловцы из нашего села, где жили 1700 человек, 500 успели заранее сбежать, 1200 остались в плену. Перед нами поставили условия или смерть, или ислам. Такие чудовищные истории журналисты, которые вот уже три недели работают на границе, слышат каждый день. Очередной беженец из Ирака, очередная новостная сводка. Но за каждой историей человеческая трагедия. Вопреки так называемым интернет-экспертам, якобы и те люди едут за бесплатным пособием. Истории их жизни не говорят, а кричат об обратном. Люди хотят спокойной жизни, работать, воспитывать детей, учиться. Среди них выделяется больше всего девочка по имени Бехешт. Она сама из Курдистана и она покорила меня своим английским языком. Оказалось, что она четыре года жила в Германии, со второго по шестой класс. И она знает как английский, так и немецкий. Не в совершенстве, но достаточно хорошо. И она очень сильно меня подкупила тем, что она развита не по годам. И это очень-очень хороший человек. Крыша над головой, еда, вода, одежда и, конечно, поддержка. Все это стало возможным благодаря слаженной работе многих структур. Ситуация на белорусско-польской границе, мягко говоря, неординарная. Тем не менее, небезразличные белорусы показали свой истинный характер. В центре работают десятки волонтеров. Все по собственной воле. Ежедневно порядка 20 именно молодых людей работают здесь в центре. И пока что мы планируем именно в таком же режиме работать. Отрадно то, что желающих гораздо больше, чем того требует ситуация. Силовики обеспечивают порядок, безопасность, организацию. К слову, безопасности здесь самое пристальное внимание. Это поручение главы государства. Те же спасатели работают круглые сутки. Созданы специальные группы мониторинга. Объект обеспечен системой автоматического водяного пожаротушения, системой оповещения о пожаре. Находится внутри первичное средство пожаротушения в достаточном количестве. Рядом, конечно, и медики наших врачей. Ярко отличает не только клятва Гиппократа, но и человеческая гуманность, о которой так часто кричат на Западе. Медперсонал показал себя с самой лучшей стороны во время пандемии. На страже и здесь. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Работают две бригады круглосуточно. За сутки обращается 100-120 человек за консультациями и амбулаторной медицинской помощью. Госпитализируется в среднем в день порядка 10 человек. На сегодняшний день на утро находятся в стационарах 10 человек. Из них семеро детей и трое взрослых. Состояние у всех стабильное, с положительной динамикой. На протяжении последних двух недель. Каждый день, как день сурка. Ситуация патовая. Назад нельзя. Дома их, мягко говоря, не ждут. А впереди только колючая проволока, щиты польских силовиков и возгласы «go away». Ровно три недели на границе. Трудно представить, через что пришлось пройти этим людям. Почему они покинули свою родину. Но можно смело утверждать, что то, что пережили они здесь, на польской границе, беженцы запомнят точно. И теплый прием польских водометов, и помощь белорусов. И пока Беларусь помогает и настраивает диалог, Европа усиляет рубежи. С белорусско-польской границы Александр Камович и Дмитрий Чумак. Агентствователь новостей.